Виталий Захарченко отправлен в отставку. Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко может выйти на свободу. В ближайшее время парламент принял закон, который позволяет это сделать. Досрочные выборы президента Украины пройдут в этом году. Сегодня просто поток новостей из Киева, в которые еще вчера было трудно поверить, глядя на бойню, которая шла на улицах столицы. Чуть позже мы вернемся к главной международной теме этого дня, обсудим ее с экспертами. Ну что ж, а сейчас с нами на связи наш коллега, который уже несколько дней находится в самых горячих точках города Киева. Тимур, ты слышишь меня? У меня тут стоя непрямую дорогу. Да, коллеги, здравствуйте. Павел, Юля. Я сейчас действительно нахожусь на Майдане. И сейчас проходит церемония прощания с погибшими, с людьми, которые погибли вчера в Киеве, на Институтской улице, на Грушевского, на других улицах. А этих людей славят как героев Украины. И после прочтения молитвы прямо сейчас, вот в эти минуты, гробы с телами погибших уносят от сцены Майдана, провожают последний путь. А люди, которые стоят рядом со мной, подсвечивают своими мобильными телефонами, как свечами. Вот ту молитву, которую вы сейчас слышите, звучит со сцены. Здесь прямо сейчас, конечно, никто не говорит об освобождении Юлии Тимошенко. И думаю, что немногие об этом прямо сейчас здесь знают. Просто совершенно другое мероприятие и совершенно другой повод. Но я слышал сам, как некоторое время назад, когда стало известно о том, что президент Янукович больше не обладает теми полномочиями, которые у него есть. На сцене несколько раз посвящали славу Украины и весь Майдан. Тысячи, тысячи человек ответили героям славы. И было понятно, что для людей это очень важное событие. Но это не повод веселиться, потому что то, что сейчас происходит на сцене для Украины, для Майдана, безусловно, перевешивает любую радость или сомнение по поводу политических событий. Вот я думаю, что имеет смысл просто показать те кадры, которые сейчас я вам трансферу. КОНЕЦ Я думаю, что вы меня продолжаете слышать. Надо сказать, что по поводу освобождения Лети Машенко есть еще некоторый ряд вопросов. Потому что существует определенная процедура ее освобождения. Она связана с тем, что президент Янукович вынужден подписать закон. Он был принят профессиональным большинством. А вот освободить Лети Машенко может только суд. Но поскольку у нее есть другие уголовные дела, она тем не менее может остаться под арестом. Если фурген прокурор или кто-нибудь решит это сделать. Правда, в этой ситуации, конечно, возникает сомнение, что кто-то возьмет на себя смелость принять такое решение. Да, Тимур, спасибо. С нами на связи был Тимур Олевский. Он показывает нам, как Киев скорбит по жертвам этих дней. Ну и действительно, совершенно справедливо говорит Тимур. Защита бывший адвокат Юлия Тимошенко уже сообщила о том, что потребуется решение суда. Но Арсений Яценюк, один из лидеров оппозиции, только что потребовал от президента Украины Виктора Януковича незамедлительно подписать законы, которые приняла Верховная Рада. Поскольку без подписи президента они, к сожалению, не имеют законной силы. Ну а пока главная Российская война...